Доброго времени суток, уважаемые любители шахмат! Вы на канале Шахматы для Всех. Продолжаем изучать творчество восьмого чемпиона мира Михаила Таля. И сегодня мы с вами рассмотрим восьмую партию квалификационного матча молодого Михаила Таля против опытного белорусского мастера Владимира Сайгина. Этот матч был сыгран в Риге в 1954 году. Тогда мастерское звание присваивалось именно так. Молодой кандидат играл матч против опытного мастера и если выигрывал, то становился мастером. Если проигрывал или была ничья, то нужно было совершить следующую попытку уже в матче против другого экзаменатора. Матч Михаила Таля против Владимира Сайгина проходил очень живо. И по словам самого рижского кудесника шахмат, лучшей стала восьмая партия. Та, которую мы с вами сейчас и рассмотрим. Итак, Д4 сыграл Сайгин. Он играл белыми. Конь Ф6 ответил Таль. С4, С5. Конь Ф3, Е6. Белые играют Ж3. Размен на Д4. Д5. Слон Ж2. Е5. Нападая на коня. Сайгин отошел на Ф3. Д4. Брать на Е5, конечно, нельзя. Шах на А5. Поэтому 2-0 и конь Ц6. Талю удалось захватить центр своими пешками. Поэтому Владимир Сайгин играет Е3, сразу же начиная борьбу на этом участке доски. Слон Е7. ЕД. ЕД. После размена две пешки преобразовались в одну. Проходную пешку Д4. Которая в последующей борьбе доставит белым очень много неприятностей. Конь БД2 играет Сайгин. Слон Е6. Ладья Е1. 2-0. Если тут пойти конь Б3, трижды нападая на пешку, то она просто продвигается вперед, захватывая все больше пространства. Далее ее можно будет защитить ходами конь Б4 и слон Ф5. Но в нашей партии после рокировки Сайгин сыграл Б3. Имея в виду фенкетировать слона. Ферзь Д7 играет Таль. Слон Б2. Ладья Д8. Белые играют А3, намечая продвижение Б4. Но Таль предупреждает этот ход. А7 А5. Конь Е5. Размен. И Б6. Таль хочет надежно защитить пешку, поставив слона на Ц5. И после хода конь Ф3 с тройным ударом по пешке, слон становится на подготовленную позицию. Ход Б4 с целью разменять пешки вряд ли можно рекомендовать белым. Взяли, забрали, слон бьет Б4, ферзь Д4. И тут ферзь Ц7. Этим отходом черные атакуют сразу и ферзя, и пешку Ц4. Поэтому после хода слон Ц5, ферзь Д2 сыграл Сайгин. Но конь Ж4. Ладья отошла. И черная пешка продвинулась на Д3. Черные напали на пешку Ф2. Если тут сыграть конь Е5 с целью разменять фигуры и ликвидировать опасность, то черные играют Ф6 и ставят ладью на Е8. Сохраняя определенный позиционный перевес благодаря далеко продвинутой проходной пешке. Поэтому после хода Д3 белые сыграли ладья Ф1. Вот такая печальная необходимость. Таль же продолжает нагнетать напряжение. Играет ферзь Д6. И здесь у белых был довольно широкий и весьма приятный выбор. Можно было сыграть Х3, прогоняя коня. А если взять на Ф2, то после ладья бьет Ф2, ферзь Ж3 находится слон Е5. И черные не успевают забрать на Х3. Ферзь Ж6, король Х2. Взяли, забрали. Эта сложная позиция примерно равна. Также заслуживал внимание ход слон С3, возобновляя угрозу Б3-Б4. После взятия Х3, прогоняем коня и слон Е5. Ферзю нужно отходить вдоль диагонали А3-Ф8, продолжая защищать слона. На ферзь Б4 будет слон С3. Если сыграть ферзь С5, то слон Д4. А в случае ферзь Е7 последует конь Д4. И белые уже готовы забрать пешку Д3. К тому же угрожает вилка конь С6. Так белые поддерживали равновесие. Но Владимир Сайгин попытался сразу создать встречные угрозы. Он пошел в ферзь С3. Угрожает матом. Но Ф6. Попытка усилить нажим ходом конь Ж5 с целью перейти конем на Е4 встречала решительное возражение в виде взятия на Ф2. Ладья бьет Ф2. Слон Ф2. Король Ф2. И здесь ферзь С5 шах. Не давая белому королю скрыться на Ж1. После короля Ф1 вскрытый шах ФЖ. И черные быстро побеждают. Поэтому ладья АД1 сыграл Сайгин. Ладья ФЕ8. Ладья заблокировала пешку. Слон Ф5. Черные угрожают вторжением на Е2. И здесь белорусский шахматист вторгся конем на Ж5. Конечно брать нельзя. Последует мат на Ж7. Но черные продолжают свою атаку. Отвечая сопернику тем же маневром. Ставя своего коня под бой на Е3. Эта вилка дает черным решающее преимущество. Если отойти на Е1. То взятие на Ж2. С шахом забираем на Е8. Король Ж2. Шах. И после Ф3 ладья Е1. Угрозы черных приняли решающий характер. Поэтому Сайгин пошел до конца забрав на Ф3. В ответ получил тройной удар с шахом. Король Х1. Взятие на Д2. И ладья Е2. Постепенно пешка Д3 стала решающим фактором позиции. И после ферзь С3. Таль жертвует качество на Ж2. Расчищая путь своей проходной пешки. Он ликвидировал возможность хода слон Д5 шах. И угрожает превращением на Д1. Белым ничего не остается. Как заблокировать пешку ладьей. Слон Ж4. Конь Ф3. И решающий удар ферзь Д3. Ввиду неизбежных материальных потерь. Белые сдались. Вот такая замечательная и очень динамичная партия в исполнении молодого Михаила Таля. Нужно отметить, что этот матч против Владимира Сайгина Талю удалось выиграть. Таким образом, в 1954 году ему было присвоено мастерское звание. Если это видео вам понравилось, ставьте лайки, пишите свои комментарии, подписывайтесь на канал Шахматы для всех. Большое спасибо за внимание. До свидания.